Мы так благодарны вам, так благодарны и это. Нет, нет, не отказывайтесь за особое отношение к нам. Возьмите, возьмите. Спасибо. Мы бы с сыночком очень хотели бы попасть в ваш детский сад. Извините, у нас нет места. Но может быть в порядке исключения ради нас? Разве что как исключение. Вы же знаете, что наш мальчик очень умный. У него не может выйти за четверть три. Мы к нему еще очень лояльны. У него вообще блогер уходит за полугодия. Наш ребенок не может получать плохие оценки. Для этого нужно хорошо учиться. Может быть это как-то изменит отношение к нам? У нас ко всем одинаковые отношения. Уберите. Сынок, пойдем отсюда. Мы бы очень хотели поступить в ваш лицей. Так, я знаю, что у нашего сына не самые лучшие оценки. Но может быть мы сможем это решить? Я думаю, все решаемо. Молодой человек, тут маловато для красного диплома. Вы же понимаете, не скупитесь. Понимаю. О, как хорошо, когда люди друг друга понимают. Чтобы сдать новый дом, нам не хватает только вашей подписи. Но объект не готов. Например, пожарные требования. Вы же знаете, что это мелочи. Скоро все устраним. Зато подумайте, сколько семей наконец получат квартиры. Вот, пожалуйста. Здесь подпись и здесь. Дорогая, это наша новая квартира. Тебе нравится? Да, дорогой. Но с этим домом были проблемы. Я бы мог решить эти проблемы. Все в порядке. Алло, алло. Сужба спасения. Помогите. Кругом огонь. Пожар. Я не могу выйти. Огонь совсем близко. Мне страшно. Доктор, доктор. Я муж пострадавший. Пожалуйста, помогите. Доктор. Любые деньги. Доктор. Уберите конверт. Я сожалею. Но деньгами здесь ничего не решить. Когда вы предлагаете взятку или берете ее, помните, вы не просто нарушаете закон. Вы совершаете преступление против себя, своих близких, против своего будущего. Продолжение следует.